Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христына Астеть. Приватбанк снова в центре внимания. 20 апреля суд признал недействительным договор о личном поручительстве Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования. Они были выданы Приватбанку до вхождения государства в ее капитал. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Это уже третье решение «Суда не в пользу государства». И сегодня эту тему обсудим с координатором гражданской платформы «Новая Краина» Тарас Козак, гость моей студии. Тарас, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Ну вот, собственно, тема сложная, да, тема банковская, экономическая, но здесь очень много политики. Я бы просто попросила вас, чтобы мы так, знаете, по-простому для меня и для наших зрителей какие-то вещи все-таки по полочкам разложили. И вот, все-таки тема Приватбанка. Здесь больше экономики или здесь больше политики? Что друг другу мешает? Конечно же, здесь чисто экономика или финансы, да, но поскольку предыдущий владелец банка или, скажем, группа владельцев банка – это украинские олигархи, то есть люди, которые имеют влияние на политиков и имеют средства массовой информации, чтобы влиять на людей, конечно же, тут и вмешалась политика. Именно перед вторым туром голосования были приняты буквально в пятницу, в субботу три решения. Все они были в пользу Коломойского и его партнеров, то есть против государства. Но так выглядит, что эти решения были, что в таких решениях были заинтересованы обе стороны. И все еще действующий президент Порошенко для того, чтобы мобилизовать своих сторонников, показать, что вот, мол, еще Коломойский и его деловой партнер Зеленский не выиграли выборы, а уже начинают отбирать у государства Приватбанк. Что же будет, когда Зеленский станет президентом? Ну, так выглядело, по крайней мере, да. Так это выглядело с одной стороны. С другой стороны, для самого Коломойского, который, собственно, эти все иски подавал, тоже было очень выгодно получить решение первой инстанции до выборов, чтобы сказать, что, вы знаете, выборы, я это решение получил, или суд решил так, до того, как Зеленский стал президентом. То есть эти все решения были приняты при Порошенко. Ну, чтобы, если вдруг что, спихнуть на еще, как говорится, попередников. Да, именно так. И поэтому, в общем, когда обеим сторонам это решение выгодно, неудивительно, что оно случилось именно тогда, когда это было выгодно им обоим. Вот немножко давайте напомним, что тогда произошло в декабре 2016 года. Да, Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% его капитали и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию. Если я не ошибаюсь, 155 миллиардов гривен, да, государство потратило. То есть это наши деньги. Ну, давайте скажем так. Государство не заплатило это деньгами. Государство в лице Министерства финансов внесло в Приватбанк капитал в виде облигаций внутрешнего государственного займа ОВГЗ с погашением через много-много лет. Но по этим облигациям, так называемый купон, то есть проценты, да, государство платит Приватбанку. Минфин платит Приватбанку уже из бюджета, это уже именно из наших денег. И то, что Приватбанк в 2018 году показал достаточно большую прибыль, много миллиардов гривен, так эта прибыль состоит не из того, что он ведет какую-то деятельность коммерческую, а именно из-за того, что государство ему платит очень большие размеры процентов именно тем ОВГЗ, которые были внесены в капитал. Давайте еще немножко вернемся в 2016 год и просто напомним, для того, чтобы понимать, что сейчас происходит, напомним, что тогда происходило с Приватбанком, почему возникла потребность национализации Приватбанка, да, декапитализации Приватбанка, потому что тогда это не то, что сенсация стала, все были в шоке в Украине, да, что такое произошло. И почему тогда Международный валютный фонд тоже поддерживал национализацию, потому что иначе грозил нам, угрожал крах экономики и вкладчики, а это 22 миллиона людей, если не ошибаюсь, украинцы. 22 миллиона счетов, людей меньше, да. Да, счетов, люди потеряли бы свои деньги. То есть в каком состоянии тогда был Приватбанк, что это все произошло? Имеет смысл вернуться немного ранее, да, где-то в 2013 год приблизительно, когда и до этого, когда фактически Приватбанк был самым технологичным банком в Украине, когда очень удобно было перекинуть деньги с карты на карту, что, в общем, мало где в мире, до сих пор есть, а это было уже у нас в 2013 году. То есть очень высококачественные услуги привлекали в этот банк большое количество клиентов и вкладчиков. Кроме этого, высоченные проценты по депозитам, да, то есть Приватбанк привлекал депозиты в большом количестве и был одним из самых таких привлекательных в плане доходности по этим депозитам. Поскольку все, сумма до 200 тысяч гривен гарантировалась государством, вкладчики с удовольствием несли эти деньги в банк, не переживая, что если вдруг что-то случится, то и, соответственно, они смогут получить эти деньги свои обратно от государства. Так вот, на эти деньги, как оказалось потом, и американская компания Кролл доказала, да, что большая часть этих денег, где-то ориентировочно по оценкам Гонтаревой, экс-главы Национального банка, приблизительно 95% всех кредитов, которые были выданы юридическим лицам, выдавались фирмам, компаниям, связанным с владельцами, то есть компаниям Коломойского, Боголюбова и их партнерам, да. И залоги под эти кредиты фактически были пустые, да, то есть они были, не соответствовали тем суммам, которые были выданы. Это первая часть. Вторая часть, поскольку «Приватбанк» был самым большим банком Украины, то, очевидно, он имел большое количество клиентов, счетов и в Крыму, и на Донбассе. И после, уже в 2014 год, мы приходим в 2014 году, когда Россия захватила, аннексировала Крым, когда российская армия и оккупанты заняли Донбасс, в этот момент жители этих регионов, которые были вкладчиками «Приватбанка», могли изъять свои деньги, просто приехав на материковую Украину, да, они клиенты «Приватбанка», а не отделений крымского или донбасского, да, и «Приватбанк» обязан был отдать им деньги. Но в то же время заемщики, которые жили в Крыму, компании крымские, компании из Донбасса, которые должны были вернуть «Приватбанку» деньги, они, конечно же, не возвращали, да, и «Приватбанка» в связи с этим такой разрыв надежности, да, то есть ты возвращаешь деньги, потому что обязан, а тебя не возвращают, ты не имеешь возможности форсировать возврат, да, то есть понятно, что украинская милиция, полиция в тот момент не работает ни в ФРМУ, ни на Донбассе, да. Соответственно, вот этот кризис, а помним мы, что в 2014-2015 году вообще было недоверие к украинским банкам, отток шел повсеместно из банков, и даже те, которые были государственные банки, на тот момент тоже чувствовали наплыв вкладчиков, и «Назбанк» был вынужден финансировать, рефинансировать все банки фактически большие, для того, чтобы не случился какой-то коллапс банковской системы, чтобы не остановились все платежи. Поэтому «Приватбанк» получал кредит рефинансирования, и это было, скажем так, недостаточно всегда тоже с залогами, потому что надо было принимать очень быстрые решения. Ну, то, что вы говорите, о чем вы говорите, абсолютно на самом деле все ясно, да, то есть были причины для национализации «Приватбанка», были причины… Я еще не закончил, не закончил, да, но это только 2014 год. В 2015 году были атаки на «Приватбанк» конкурентов, да, некрасивые сообщения, приходили клиентам сообщения, что «забирайте деньги из «Привата», он завтра накроется, завтра будут проблемы у «Привата» и так дальше». Ну, часто были такие информационные провокации, я помню. Да, да, и государство должно было помогать. И на конец 2016 года, мы уже подходим к вашему вопросу, к кончанию, на конец 2016 года «Приватбанк» остался фактически единственным банком, в которого нацбанк не верил, да, то есть не верил. То есть там не было капитала, там были плохие кредиты, плохие активы. Остальные банки к концу 2016 года уже были, если не плохие, были защищены, лицензию изъяли у них, и, в общем, была нормальная банковская система, плюс «Приватбанк» такая черная дыра. И «Приватбанк» привлекал опять ставки, депозиты по высоким ставкам, да, и остальным банкам было сложно конкурировать, потому что «Приватбанку» было все равно уже, да. Такая большущая дыра в балансе, что занимая по любым ставкам, все равно тебе хуже не станет, лишь бы выжить. И в этот момент было принято решение о национализации. То есть было письмо от Боголюбова и Коломойского о том, что они согласны и просят государство забрать банк в целях защиты вкладчиков и так дальше, так дальше. Это было и в интересах Коломойского в первую очередь? Безусловно, и в интересах Коломойского, потому что была определённая и его вина. И были договорённости определённые о том, что Коломойский отдаёт банк, но к нему не будут судебных преследований со стороны Украины. Но, в общем, как-то так не пошло. Именно таким путём Украина стала преследовать Коломойского и партнёров в Украине, десятки судов за границей. Мы знаем, что суды есть и в Лондоне, и в Швейцарии. Коломойский, в свою очередь, стал требовать вернуть банк обратно, то есть признать национализацию недействительной. И надо заметить, что в момент национализации были определённые технические ошибки допущены. Как раз об этом я хотела спросить. Но вы по поводу суда в Лондоне, суда в Швейцарии или вспомнили? Для нас это может быть индикатором и показателем, на что мы, собственно, можем равняться. Только вопрос, не будет ли быстрее принято решение в украинском суде, чем это произойдёт за границей. Потому что уже сейчас окружной админсуд Киева признал незаконную национализацию приватбанка. И опять же суд решил, что у правительства и НБУ не было достаточных оснований для отнесения приватбанка к категории неплатежеспособных. Это то же самое решение, которое было принято в пятницу. Кроме этого, ещё есть два решения. Второе решение, это о том, что те лица, которые были аффилированы с владельцами, с Уркистом, его компанией, футбольные клубы и так дальше, что они тоже были как совладельцы, им не надо возвращать депозиты их. И третье решение о том, что личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования НБУ тоже недействительно. То есть все решения выиграл именно Коломойский, потому что он успешно умеет решать всё это в украинских судах. То ли потому, что у него команда юристов хорошая, то ли потому, что он имеет какие-то другие рычаги влияния на суды, нам об этом неизвестно. В то же время, когда лондонский суд, первое его решение о том, что Лондон не является правильной юрисдикцией для решения этого судебного спора. Поэтому это сейчас решение в апелляции, но, скорее всего, Украина не сможет судиться с Коломойским в Лондоне. И, возможно, ещё останется Швейцария или какие-то другие государства, но, к сожалению, в Украине государство нас не умеет судиться. Вот вы говорите, то ли хорошая команда юристов, то ли ещё что-то, а может быть то, о чём вы только что сказали, что во время вот этого всего процесса, в 2016 году, когда происходил процесс национализации, были допущены технические погрешности, неточности и так далее, и так далее. И, по сути, сейчас вот эти абсолютно профессиональные, дорогие адвокаты господина Коломойского, они, юристы, они могут эти неточности использовать. У меня вопрос, почему они были допущены? Да, ну не будем вдаваться в конспирологию, да, разной на ходовке, что может специально кто-то как-то там сделать для того. Я думаю, что нет. Вы знаете, наше законодательство настолько противоречивое в своей основе, настолько один закон противоречит другому, что, в принципе, по большому счёту, можно сказать, пример, что государство всегда этим пользуется или коррумпированные чиновники, когда преследуют бизнес. Прийти в любую компанию и найти нарушение вообще не проблема, да, потому что всегда что-то там, мелочь какую-то нарушишь, да, и страдает всегда бизнес, потому что это вымогательство, это требование взяток и так дальше. А тут ситуация развернулась обратно. Все вот эти нестыковки законодательства, хорошая команда адвокатов, юристов Коломойского использует против государства, да, то есть невозможно фактически ничего сделать такого, чтобы потом нельзя было оспорить. Оспорив маленькое-маленькое нарушение, мы потом выходим, что все решения, которые опираются на это маленькое нарушение, тоже становятся недействительными, и в результате национализация тоже может быть признана недействительной в связи с тем, что где-то там чиновник, клерк, как-то, в общем, не так подпись поставил. Хорошо, если вдруг так произойдёт, а события развиваются очень-очень быстро и непрогнозировано, но всё-таки, если так произойдёт, национализация будет признана незаконной. Какие это будет иметь последствия для украинской экономики, для Украины, для вкладчиков и, собственно, для нашего сотрудничества с МВФ? На сегодня Приватбанк государственный, и этому статусу фактически ничего не угрожает, потому что нет механизмов ренационализации, так называемой. То есть не прописано, нет таких возможностей. Даже если суд признает недействительным, ну, в общем, значит, как следствие, это Коломойский понёс какой-то определённый ущерб, и нужно будет договариваться, что суд признает, что государство должно заплатить Коломойскому какую-то там сумму договариваться. Ещё заплатить 155 миллиардов. Ну, наверное, не 155. Коломойский сейчас требует сумму порядка 2 миллиардов долларов, которые он считает, чтобы находились в банке. Конечно же, их не было. Там был отрицательный капитал, и это независимые адвокаты, юристы и аудиторы, я думаю, смогут доказать, что это было не совсем так. Но я думаю, что это решение придёт к какому-то мировому соглашению о том, что государство, опираясь на это решение, что это была незаконная национализация, государство потеряет возможности преследовать Коломойского в судах, как в Украине, так и за границей, Коломойский перестанет требовать национализации. Наверное, на нулевом варианте мы и разойдёмся. Поэтому никакой, на мой взгляд, никакой серьёзной угрозы это решение не несёт ни вкладчикам, ни государственным финансам, ни финансовой стабильности вообще, то есть курсу гривны, инфляции и так дальше. Но, конечно же, политические какие-то там ущерб получит президент, при котором это случится. Ну, то есть, я так понимаю, что вы говорите о том, что, возможно, мировая, когда договорятся, условно говоря, это просто хорошо будет, если это та борьба, которая, условно говоря, между действующим президентом и господином Коломойским олигархом, да, для того, чтобы, условно говоря, не было преследования Коломойского, да, и он оставляет приватбанк в покое. И эта вся ситуация разворачивается как раз в время такого землетрясения, да, когда в Украине выборы. А через несколько, не знаю, месяцев, да, это всё может даже закончиться, и все об этом забудут. Ну, не через несколько месяцев, потому что у нас ещё парламентский выбор. Я думаю, что эта ситуация будет педалироваться и во время парламентских выборов обеими сторонами. Поэтому где-то там до конца этого года этот детектив будет разворачиваться, а уже после, когда уже политические как-то эти переструбации уменьшатся и жизнь войдёт в более-менее спокойное русло, я думаю, что будет мировое соглашение, и на этом всё закончится. И очень коротко всё-таки по поводу МВФ. Это может быть какой-то угрозой вот нашим сотрудникам? Это турбулентность, да, для сотрудничества с МВФ или нет? Только коротко. Конечно, самый плохой вариант, когда государство возвращает, хотя это невероятное событие, если бы государство вернуло Приватбанк Коломойскому и ещё и заплатило ему за какой-то моральный ущерб, конечно, это было бы нарушением, и МВФ нас бы сильно ругал. Ну, очевидно. Спасибо вам за то, что разъяснили много моментов. Спасибо за разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был координатор гражданской платформы «Новокраина» Тарас Козак. Я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдёте информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине.